Эфир телеканала СВОТВ Ставропольский край продолжит программу актуальное интервью. Меня зовут Ростислав Скидан. Здравствуйте. Разговариваем о главном, а главное это конечно здоровье наших детей. Сегодня в деталях эту тему обсудим, ведь наш гость как никто компетентен ответить на все вопросы детского здоровья. Татьяна Гирич, заместитель главного врача по лечебной работе городской детской поликлиники номер один в нашей студии. Татьяна Александровна, здравствуйте. Добрый день. Татьяна Александровна, на самом деле обширный список вопросов сегодня предстоит нам обсудить, но предлагаю по традиции в этой студии всегда именно так беседую и выстраиваем идти от общего к частному. И конечно же самый общий вопрос и от него в принципе складывается понимание происходящего. Это история развития того или иного медучреждения в нашем крае, потому что именно в изменениях и виден прогресс. Так с чего же все начиналось и к чему мы пришли сегодня, говоря о работе больницы, в которой вы и служите. Расскажите нам, пожалуйста. Я работаю в ГБУС городская детская поликлиника номер один, которая расположена в городе Ставрополь по улице Ленина 470. Поликлиника расположена на первом этаже девятиэтажного дома. Помещение поликлиники, к сожалению, нетиповое. Нашей поликлинике больше 50 лет. Но тем не менее, на территории обслуживания поликлиники у нас состоит на учете 11 540 детей несовершеннолетних от 0 до 17 лет, 11 месяцев, 29 дней. В районе своей деятельности поликлиника обеспечивает лечебно-профилактическую помощь детям, подросткам несовершеннолетним. В районе обслуживания поликлиники 8 школ и 12 детских садов. Для организации лечебно-профилактической работы в поликлинике созданы три отделения. Два отделения консультативно-диагностических и отделение организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях. Кроме этого, в поликлинике организованы физиотерапевтический кабинет, клиника-диагностическая лаборатория, кабинет массажа, процедурный, прививочный. Кабинеты специалистов – это офтальмолога, невролога, отолеринголога, кардиолога, гастроэнтеролога, уролога, гинеколога, стоматолога. Кабинет функциональной диагностики, кабинет ультразвуковой диагностики, кабинет хирурга, ортопеда, логопеда, фтезиатра. Кроме этого, кабинет клинического психолога, имеется комната здорового ребенка. Детям оказывается медицинская помощь в поликлинике по 14 специальностям. Титана Александровна, мы знаем, что развиваться в здравоохранении в нашем крае, конечно же, способствует нацпроекты региональной программы Ставропольского края. Если касаться детской специализации, работы с детьми, то какие государственные меры поддержки получает ваша поликлиника? Отскажите нам, пожалуйста. Наша поликлиника, как и многие другие медицинские учреждения, работает по программам, по проектам. Программа развития материально-технической базы детских поликлиник – это раз. Региональный проект развития детского здравоохранения – это два. И региональный проект развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Ставропольском крае. Согласно программе развития материально-технической базы детских поликлиник, мы получили два аппарата УЗИ. Один аппарат стационарный, второй аппарат переносной. Нам очень помогли, помог Минздрав Ставропольского края. Спасибо огромное им за эти два аппарата УЗИ. Значит, аппарат переносной нам очень помогает в проведении профилактических осмотров в организованных коллективах, это в школах и дошкольных детских организациях. Стационарный аппарат УЗИ у нас в поликлинике для диагностики заболеваний. То есть специалисты пришли условно в ту же школу номер 6, которая, я понимаю, выходит в Вашем ведении, и Ваши непосредственные соседи, я выпускник этой замечательной школы, поэтому и прекрасно знаю о работе этой поликлиники, которая со мной находилась долгие-долгие 11 лет, и вместе со специалистами еще, ко всему прочему, такой высокотехнологичный аппарат приходит тоже на осмотр. Мы очень рады, мы очень рады, что мы получили эту аппаратуру. Поэтому нам в работе очень необходимо было именно переносной аппарат УЗИ, который мы получили, и сейчас мы, конечно, очень рады, что мы можем обследовать детей и подростков на месте в школах и в образовательных организациях. Ну это как раз-таки такая перемычка к моему следующему вопросу, потому что, естественно, поговорить о цифровизации оздоровительного процесса хочется, и вообще о роли цифровых, разнообразных способов и средств в системе здравоохранения нашего края, мне кажется, очень важная веха сейчас, особенно после пандемийных времен. Вообще, как цифровизация поликлиники происходит, Татьяна Александровна? Значит, цифровые технологии пришли, по-моему, в каждое медицинское учреждение, не только в Ставропольском крае, но и в всей Российской Федерации, в том числе и в нашу поликлинику. Каждое рабочее место медицинского персонала оснащено компьютерами, кроме этого, средствами печати. Теперь введение медицинской документации в электронном виде, это в электронной медицинской карте отражаются результаты всех проведенных лабораторных, инструментальных исследований, консультаций узких специалистов, кроме этого направление на госпитализацию в стационар, на реабилитацию в другие медицинские учреждения, оформляется через портал ФОМС Ставропольского края, направление на несовершеннолетних, на медико-социальную экспертизу, также в электронном виде. И с января 2022 года выдача электронных листков нетрудоспособности осуществляется только в электронном виде. Мы уже вкратце, наверное, поговорили о прогрессе и цифровизации не только рабочих процессов, но и непосредственно, скажем, ручных процессов, взаимманипуляции с пациентами. Вообще, мы акцентировали внимание на двух полученных, да, в 2018 году, по-моему, средствах. Да, в 2018, да. Ну а вообще материально-техническое обновление базы происходит регулярно, я так понимаю, от тебя на самом деле? Конечно, конечно. Мы получаем лабораторное оборудование для проведения анализа, например, общего анализа крови, общего анализа мочи, биохимические анализаторы у нас есть. Поэтому, еще раз говорю, большое спасибо за выделение денежных средств нашей поликлиники. Ну вообще, насколько мы знаем, куда важнее дать удочку, родив специалиста, нежели чем дать рыбу и родить просто сытого человека. Это старые пословицы и поговорки. Потому что каким бы ни было современным техническое оснащение, поликлиники без кадров, без специалистов на местах, оно совершенно бесполезно. Татьяна Александровна, ваши врачи. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о них, какими компетенциями обладают и вообще как смена поколений конкретно в вашей поликлинике происходит. Значит, в нашей поликлинике 58 врачей и 73 медицинские сестры. Все медицинские работники зарегистрированы на портале НМО, это непрерывное медицинское образование. В связи с этим регулярно повышается их профессиональный уровень знаний. Кроме этого, молодые кадры, которые приходят работать в нашу поликлинику, это врачи и медицинские сестры. Они не остаются без внимания. Заведующее отделением выполняет роль наставника для молодых специалистов. Регулярно проводятся медицинские конференции, практические занятия, где врачи обмениваются информацией по медицинской тематике. То есть непрерывное образование и особо отрадно, что есть в системе наших государственных органов соответствующий портал, который дает врачам доступ к самой актуальной информации. Кроме этого, врачи и медицинские сестры у нас имеют квалификационные категории. Если взять в общем по поликлинике, то первую, вторую, высшую категорию врачей и сестры имеет где-то в 56%. Мы работаем постоянно над этим вопросом. Татьяна Александровна, вообще я понимаю, что актуализировать свои знания, знания своих сотрудников, плюс ко всему приплюсовать технологические новшества, которые входят постепенно в систему здравоохранения нашего края, вопреки расхожему мнению и наших телезрителей. Я знаю, очень много людей ругают систему здравоохранения. Но ведь это процесс непрерывный и долгоиграющий. Все постепенно должно приходить. Их, ко всему прочему, компетенции должны постепенно осваиваться. Все-таки хочется понять, как работает поликлиника в современных условиях. 2022 год, такая интересная достаточно дата. Сам по себе год, переходный от пандемийных, коронавирусных, когда мы жили исключительно этой инфекцией и вся наша жизнедеятельность строилась вокруг нее. Сейчас все-таки постепенно коронавирус уходит на второй план. Мы возвращаемся к нормальной повседневной жизни. И медучреждения нашего региона тоже перестраиваются под новые реалии. Что касаемо детской поликлиники, которая в 2022 году тоже встала в список тех самых медучреждений, которые возвращаются к нормальной жизни. Вокруг каких основных болезней, основных проблем крутится работа поликлиники? Расскажите, пожалуйста. Я начну, что с марта 2020 года по март 2022 год, конечно, вся страна, и в том числе и наше учреждение, работала в необычных условиях. Это была пандемия, COVID-19. Было очень, конечно, тяжело перестраиваться, но тем не менее, мы все перестроились. Всех больных детей мы обслуживали только на дому. Всем заболевшим проводились ПЦР-исследования на COVID. Были усилены противоэпидемические мероприятия, разделение потоков больных и здоровых, соблюдение дистанции полтора метра, дезинфекция помещений, масочный режим. Использовались средства индивидуальной защиты. Но с апреля уже 2022 года поликлиника работает в штатном режиме, наверное, как и все учреждения Ставропольского края. Сегодня мы работаем в штатном режиме, то есть мы проводим профилактические осмотры несовершеннолетним, делаем профилактические прививки, проводим диспансеризацию детей, находящихся на учете у специалистов, проводим диспансеризацию опекаемых. Поэтому работа ведется, как и до пандемийные годы, в полном объеме. То есть можно сказать, что поликлиника уже вернулась к той жизни, которая была до пандемии. Вернулась до пандемии, да. Уважаемые телезрители, но это все-таки не повод нам с вами забывать подвиг врачей, который они совершили на протяжении двух с половиной лет, буквально отдавая себя всецело на борьбу с коронавирусом в каждом субъекте нашей страны, ну и, конечно же, в нашем самом любимом Ставропольском крае. Наш телеканал в благодарность врачам запускал специальный проект, который так и называется «Спасибо врачам». Он доступен, его серии, на нашем сайте stv24.tv, куда я не устаю вас направлять, уважаемые телезрители, для более детального знакомства с производством телеканала «Своё ТВ Ставропольский край». Заходите к нам на сайт, открывайте вкладочку программы и увидите там «Спасибо врачам». Наши коллеги ездили по всему краю, в каждой красной зоне побывали для того, чтобы показать тех самых героев современности. Я говорю о врачах Ставрополя. Заходите к нам на сайт, знакомьтесь и вы, друзья, с ними поближе. Татьяна Александровна, ну наша все-таки беседа о детях и о всем, что касается детского здоровья, ведь именно это и есть самое главное, о чем не устоит повторять и родители, и органы исполнительной власти нашего края в каждом своем обращении к нам, и в том числе губернатор Ставропольского края достаточно часто акцентирует внимание на детском здоровье. Вообще говоря о тех, скажем так, изменениях, которые детского здоровья коснулись за минувшие там условно 10 лет, то что мы можем сказать? Вообще как меняется детское здоровье на смене эпох? Я понимаю, что там 10 лет назад болели одним, сейчас другим, но кто же они, современные дети, если смотреть на них как на пациентов? Чем они отличаются, например, от меня, представителя поколения 90-х? Сегодня у детей и их родителей меняется вопрос о состоянии здоровья их и их детей. Сегодня многие родители, можно сказать не то, что многие, а все родители заинтересованы в укреплении здоровья своего ребенка, поэтому, конечно, родители охотно ходят на профилактические осмотры, делают профилактические прививки. И если врач назначает посещение, например, какого-то специалиста, согласно заболеванию ребенка, то, естественно, родители стараются выполнить все рекомендации врача. Да, Татьяна Александровна, но я думаю, что наш телеканал и в это тоже свой вклад, скажем так, внес, ведь каждый понедельник, среду и пятницу в 13.15 в эфире нашего телеканала, в прямом эфире. Ко всем прочему, выходит тематическая программа «За здоровье», где мы обсуждаем самые актуальные вопросы, касающиеся сферы здравоохранения в нашем крае. Друзья, включайтесь, смотрите «За здоровье» вместе с нами. Татьяна Александровна, я вас благодарю за то, что нашли время и пришли сегодня к нам в студию. Спасибо. Я напомню о детском здоровье и всем, что с ним связано. В актуальном интервью сегодня мы беседовали с заместителем главного врача по лечебной части Татьяной Гирич, а зам главврача городской детской поликлиники номер один. Берегите себя и близких, любите своих детей и оставайтесь на своем.